Ситуация в зоне ответственности Народной милиции Луганской Народной Республики существенных изменений не претерпела и остается напряженной. За прошедшие сутки противник 10 раз нарушил режим прекращения огня. Обстрелу подверглись позиции наших подразделений в районе населенных пунктов Калиновка, Калинова-Борщеватая, Лозовое, Пришип, Фрунзе и Жилобок. При обстрелах вооруженные силы Украины применяли запрещенными минскими соглашениями 82-мм минометы, БМП-1, БМП-2, гранатометы различных видов, зенитные установки, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Из-за интенсивности огня по территории республики количество выпущенных боеприпасов подсчитать не представлялось возможным. В рядах вооруженных сил Украины продолжает снижаться уровень морально-психологического состояния. В связи с тем, что в 14-й отдельно механизированной бригаде из-за нехватки личного состава затягиваются ротационные мероприятия, военнослужащие массово злоупотребляют алкоголем, вследствие чего возникают дебоши, неуставные взаимоотношения и пьяные разборки. Очередной такой факт зафиксирован прокурором Луганского гарнизона Рочинским, который возбудил уголовное дело по факту поножовщины в 1-м батальоне этой же бригады. Было установлено, что между военнослужащими после совместного распития спиртного возникла сперва словесная перепалка, затем один схватил нож и нанес оппоненту несколько колото-резаных ран. Аналогичная ситуация складывается и в 10-й отдельно горно-штурмовой бригаде. Накануне, в субботу 23 сентября, в населенном пункте Екатериновка, группа военнослужащих 1-й роты 109-го отдельно горно-штурмового батальона бригады праздновала день рождения одного из сослуживцев. В ходе проведения данного мероприятия украинские военнослужащие по неосторожности умудрились сжечь КНП взвода, расположенного в блиндаже. Огнем был уничтожен целый арсенал стрелкового оружия, это крупнокалиберный пулемет ДШК, ПКТ, 2 ПТУРА, 2 РПГ, 3 автомата АК-47. Осознав всю глубину наказания за потерю оружия, горе-командиры попытались списать указанное стрелковое оружие, как пришедшее в невгодность в результате обстрела со стороны Народной милиции Луганской Народной Республики. В настоящее время командир роты 109-го батальона отстранен от должности, расследование находится на контроле у военного прокурора АТО. Также отмечаются факты хищения оружия и боеприпасов в зоне проведения антинародной операции, которые приняли уже массовый характер, что подтверждают и даже украинские средства массовой информации. Так, 23 сентября в населенном пункте Ворзель Киевской области в результате неосторожного обращения с ручной гранатой РГД-5, которая была вывезена из зоны так называемой АТО, погибли двое военнослужащих вооруженных сил Украины, находившихся там на отдыхе. Позже при них было обнаружено еще несколько пистолетов ТТ. Командование АТО в связи с низким морально-психологическим состоянием 10-й отдельно-горанно-штурмовой бригады, деморализовавшей деградацией личного состава и командного состава, приняло решение подвергнуть подразделение бригады комплексной проверке с целью определения готовности бригады к действиям по предназначению. Кроме того, нам продолжает поступать информация о небоевых потерях в рядах вооруженных сил Украины, которые скрываются от вышестоящего командования. Так, в районе населенного пункта Золотое в зоне ответственности 10-й горно-штурмовой бригады зафиксирован факт подрыва на минно-взрывном заграждении военнослужащего 109-го батальона, который вынужден был из-за низкого тылового обеспечения.